Всем привет! Сегодня речь пойдет о бюджетных автомобилях, которые мы пригнали из США для наших клиентов. И первым будет Chevrolet Malibu, так вам полюбившийся. Можно сказать, что это в принципе народный автомобиль, потому что с каждым годом их видно все больше и больше на наших дорогах общего пользования. Потому что автомобиль достаточно простой, запчастей очень много, в наличии Китай, ПУ неприхотливый, дешевый относительно автомобиля. У вас не будет проблем с восстановлением и с покупкой запчастей. Кстати, наш автомобиль 20-го года. Это у нас 1.5 турбо, передний привод, последний рест, 85 тысяч километров. Кстати, о километрах. Данный автомобиль очень сложно найти с маленьким пробегом, там 10, 10, 15, 20, так как эти машины часто пользуются спросом большим в Америке, как каршеринг, такси и так далее. Как видим, повреждения у нас относительно несерьезные. У нас пострадала передняя часть автомобиля, пара под замену, бампер в споре под замену, крыло под замену. Немножко подломала у нас верхнюю часть телевизора и вижу, что согнула кассету радиаторов. Но, в принципе, это не беда, потому что крыло переднее 100 долларов, фара 150 долларов, бампер у нас порядка 150-200 долларов, телевизор 100 долларов. Это если мы говорим про Китай. П.У. запчасти оригинальные, конечно, будут дороже, но тут уже все на ваш выбор и на ваш вкус. Большой зазор между фонарем задним и крылом, но это, я думаю, спасет без покраска. Есть небольшие у нас сколы на дверях, но это обычная история, учитывая пробег. Я думаю, что понятно, что они будут. Также в автомобиле у нас полностью целая безопасность, то я считаю большим плюсом. К сожалению, в автомобиль мы не можем попасть, но по фотографиям, которые покажем вам в видео, вы все прекрасно поймете сами. Правая сторона у нас полностью целая. Немножко может показаться, что колесо стоит кривовато, но дело в том, что когда погрузчик поднимает, штук амортизатора полностью выходит вниз, и потом машины нужно проехать пару километров. По задней части мы видим, что автомобиль в рестайлинге, и мне кажется, рестайлинговая оптика очень хорошо вписалась и обновила Малибу. Также мы видим, есть небольшие коцки по бамперу. Скорее всего, его придется перекрасить. Да, точно его придется перекрасить. Вот. Ну, это тот нюанс, на который вы должны рассчитывать и быть готовым, закладывая определенную сумму на какие-то возможные повреждения при доставке. Ну и самое главное, самое интересное. Ставка по данному автомобилю – 5100 долларов. Сейчас вы на экранах увидите, сколько же данный автомобиль обойдется в Беларуси и в России. С учетом всех расходов, кроме учета стоимости ремонта. Друзья, следующий пациент у нас – Volkswagen Jetta. В принципе, можно тоже сказать, что это достаточно народный автомобиль, так как в прошлом кузове их было прям очень много. И потихонечку начинает появляться все больше и больше джет в данном кузове. Наш автомобиль в комплектации SEL. Что значит «сел и поехал». Основные отличия – это LED-оптика, панорамная крыша, полностью цифровая электронная панель, кожаные сидения. Ну и, как видим, у нас мордашка полностью целая. У автомобиля пробег 35 тысяч километров. 2019 год. Посмотрим повреждения. По правой стороне у нас автомобиль также целый. Ну а сзади нас ждет не очень хороший сюрприз. Как видим, повреждения у нас казалось бы не критичные, но неприятные. Почему неприятные? Потому что у нас на нашем белорусском рынке я не нашел ни крыла, ни четверти. Возможно, просто плохо искал. Так же видим, у нас пострадала оптика. Китайская оптика стоит у нас 120… нет, вру, 200 долларов. Это два задних фонаря, один в крышке багажника, другой в крыле. Но, скорее всего, из-за каких-то отличий, так как у нас фонари будут китайские за 200 долларов, придется поменять комплектом. По крышке багажника видим, что она у нас повреждена, но цена вопроса по Китаю – 260 долларов. Поэтому я бы просто не стал ремонтировать ее, так как это нецелесообразно. Так же и нецелесообразно ремонтировать задний бампер, так как его цена составляет 120-110 долларов. Понятно, что придется заказать какие-то кронштейны, но это уже все мелочь. Я не просто так сел в салон, просто хотелось показать, что в автомобиле полностью целая безопасность. Ну и панорама, конечно, это всегда приятный очечник. Так, у нас в комплектации есть слепые зоны. Видите, значок биться. Значит, у нас и акустика должна быть достойна. Как я уже говорил, полностью цифровая приборная панель. Но, почему бы не установить сюда электросидение? Так, ну и самое главное. Самое главное – это ставка за данный автомобиль. 9100 долларов. Как думаете, дорого это или дешево? Учитывая, что у нас автомобиль 19-го года выпуска. Комплектация – сел и поехал. Полностью целая безопасность. И относительно небольшие повреждения по задней части. В принципе, автомобиль Run&Drive приехал, сел и поехал. Как считаете? Я думаю, что даже ребенок, любой, узнает, что это за автомобиль. Chevrolet Equinox. 20-го года в комплектации LT. Передний привод. 1.5 турбомотор. Такой же, как в Malibu. GMC Terrain. Относительно надежный. Неприхотливый. В принципе, этим обусловлен рынок США, в котором эти тачки бегают на каршеринге, в такси и так далее. По повреждениям. У нас по фронту удар. Как видим, капот, крыло, фара, часть бампера, туманочка. Откроем капот. Посмотрим, что же у нас тут. Так, что же мы видим? Мы видим, что верхняя часть телевизора у нас сломана. И она у нас, телевизор здесь не прикручивается, а приваривается. То есть, вот эту планку придется высверливать и варить новую. Также у нас видим, что вентиляторы целые. Кассета радиаторов должна быть целая. Жалюзи целые. Тут немножко подломало крепление, но это можно спасти. Немножко ушел у нас лонжерон. Его поддавило усилителем передним, но не критичным. По бамперу нижнюю часть можно оставить оригинальную. Если вас смущают какие-то царапины, Китай стоит 50 долларов. Центральная часть, ее тоже можно сделать, но в принципе 50 долларов. Верхняя часть вместе с решеткой 50 долларов. Капот 300 долларов. Туманка 30-40 долларов. Крыло Тайвань 120 долларов. Китай 60 долларов. Видите, какой у вас есть выбор. В принципе, математика простая. 500, 600, 700 долларов. И, в принципе, внешне машина будет полностью готова. Немножко придется поковыряться кузовщикам с лонжероном. Возможно, придется заменить усилитель бампера. Но самое главное, что радиаторы целые. Несмотря на то, что автомобиль очень грязный, мы видим, что в принципе в остальном он полностью целый. Правая сторона целая. Сзади он полностью целый. И структура целая. Бампер полностью целый. Левая сторона также целая. Есть нюансы у нас по безопасности. Стрельнули обе боковые подушки. Их срезали. Несмотря на это, еще придется и ремонтировать потолок, так как его поломало. Ну и водительская подушка руля также у нас стрельнула. И также срезана. Ну и ставка. 7,5 тысяч долларов. 2020 год. 19, 19 тысяч километров пробег. Относительно небольшие повреждения. С учетом того, что запчастей валом на любой вкус, я считаю, что это достойный автомобиль. Практически новый. За эту цену. Ну и финальный автомобиль у нас на сегодня. Младший брат Chevrolet Equinox. GMC Terrain. Как все мы знаем, младшему брату всегда достается все самое лучшее. Это более богатый интерьер автомобиля. Более привлекательная внешность. Также мотор у нас здесь установлен 2-3-литровый, как на Chevrolet Camaro. Правда, немного дефорсированный. А полный обзор, если вы не знакомы с этим автомобилем, будет здесь по подсказке. Наш автомобиль 9 месяца 2018 года выпуска. В предтоповой комплектации SLD и на полном приводе. С пробегом 110 тысяч километров. Из повреждений мы видим, что у нас разбита фара. Повреждено правое переднее крыло. Скрлупа бампера. Можно ремонтировать, можно купить. С учетом того, что стоит она 120 долларов Китай. Я думаю, целесообразно будет купить Китай. Фара у нас стоит оригинал 750 долларов БУшная фара. Комплект китайских будет стоить 1200. Также считаю, что целесообразно купить все же оригинал. Крыло у нас стоит 100 долларов. Нижняя часть бампера у нас сохранена. Нужен будет хром, который поломало. Также вот эта вставка. Ну и я думаю, что банан и подкрылок будет стоить не больше 100 долларов. Также у нас разбито лобовое стекло. Цена вопроса 65 долларов. В остальном, может быть еще возможны какие-то нюансы по подвеске. Так как колесо стоит немножко неровно. Но в любом случае, я думаю, ничего критичного. По боку, по передней двери у нас есть царапина. Здесь будет просто малярка. Задняя дверь. Также у нас есть царапина достаточно глубокая. Также мы видим, что у нас по заднему правому крылу есть небольшое углубление, замятие. Но беспокрасочное удаление вмятин спасет, так как нет никаких повреждений по ЛКБ. По заднему бамперу у нас все хорошо. Есть небольшие микроцарапинки. Это можно подтампонить, либо перекрасить. Ну и вся левая сторона у нас полностью целая. Как я и говорил, младшему брату достается самое лучшее. Общее впечатление от салона гораздо приятнее. Я не скажу, что это какой-то бюджетный, простой автомобиль. Достаточно богатый, комфортный, интересный. И смотрите, немаловажный момент. Несмотря на то, что на автомобиле 110 тысяч километров и он достаточно грязный, сидения сохранились очень даже хорошо. Ну и один из главнейших плюсов, наверное, что у нас полностью целая безопасность. Финальная ставка за данный автомобиль 6200 долларов. Я считаю, весьма достойный классный прайс, учитывая комплектацию. Друглитровый мотор, полный привод, целую безопасность и небольшие повреждения. Если вы хотите себе классный автомобиль, обращайтесь к нам, мы с удовольствием вам поможем. Оставляйте ваши заявки на нашем сайте, ссылку мы оставим в закрепленном комментарии. Не забывайте подписываться, ставить лайки. С вами был Алексей, команда Westmotors и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok